Илон Маск сезон альткоинов и власть толпы. В чем заключается феномим Додж Коин. Некогда полузабытая мем-монета Додж Коин в 2021 году ворвалась в топ-5 криптовалют по капитализации. Судя по динамике рынка, подогреваемый твитами Илона Маска, хайп вокруг Додж далек от завершения, вопреки прогнозам скептиков. С начала года цена Додж Коин выросла более чем на 9000%, превзойдя горячие монеты DeFi платформ, Solana и Binance Coin и другие топовые активы. С январьских отметок менее 1 цента Додж взлетел выше 60 центов и продолжает периодически тестировать новые высоты. Сооснователь Додж Коин Билли Маркус признался, что вышел из проекта и продал сбережения в криптовалюте за сумму, эквивалентную поддержанной Honda Civic. По состоянию на 16 мая 2021 года капитализация Додж составляет 67,1 миллиарда долларов, а корпорация Honda Motor – 52,4 миллиарда долларов. На волне хайпа криптовалюте удалось ворваться в топ рейтинга Congeco, превзойдя по капитализации самые популярные стейплкоин – Тезер. Впереди оказались только XRP, Cardano, Binance Coin, Ethereum и бессменный лидер рынка – Биткоин. Чем объясняется феномен Додж Коин? Что, кроме мемов, бычьего рынка и власти толпы движет цену к ранее недостижимым высотам? Какие у Додж фундаментальные изъяны и насколько жизнеспособен проект? Форк Лонг разобрался в этих вопросах. Рынок криптовалюты поистину непредсказуем. Созданная ради шутки монета Додж Коин получила новую жизнь, составив компанию флагманом рынка. Мем криптовалюта попала в листинг топовых бирж и затмила по темпам роста даже самые горячие активы 2021 года. Додж Коин присущ ряд фундаментальных недостатков. Слаборазвитая инфраструктура, невысокие показатели ончейн активности, неравномерное распределение предложения монет. Самая популярная мем криптовалюта. В 2021 году, создававшись ради шутки, Додж Коин обошел биткоин по количеству поисковых запросов в гугл. Причина – невероятно стремительный рост цены, подкрепленный в первую очередь упоминаниями Илона Маска и других знаменитостей. Додж Коин может быть моей любимой криптовалютой. Он весьма крутой. Мем монеты действительно всегда ускоряло рост после твитов основателя Тесла о народной криптовалюте и лая дочь на луну. Об этом свидетельствует график ниже. Не последнюю роль сыграла и всеобщая активизация рынка криптовалют на фоне коронакризиса и беспрецедентных фискальных и монетарных мер правительств и центробанков, пытающихся оживить национальные экономики. В 2021 году мем монеты затмило по темпам роста Bitcoin и Ethereum. Невероятный взлет вывел Додж в листинг торговых бирж, включая Gemini, братьев Уинг Волсов. Суточный объем торговой монеты превысил 20 миллиардов долларов. Многие магазины добавили возможность оплаты товаров и услуг хайповой криптовалютой. Основатель Tesla и SpyX пообещал запустить к Луне спутник Додж-1. По его словам, миссия полностью оплачена мем криптовалютой Додж-Коин. Кроме того, Макс в своем твиттере предложил пользователям проголосовать, должна ли его компания принимать платежи в Додж-Коин. Почти 80% опрошенных поддержали идею бизнесмена. Вскоре основатель Tesla сообщил, что сотрудничает с разработчиками Додж-Коин для повышения эффективности транзакций. Монета снова отреагировала ростом. Впоследствии выяснилось, что команда из четырех основных разработчиков мем криптовалюты сотрудничает с Максом с 2019 года. Появились клоны Додж вроде Shiba Inu, SHIB, также крайне позитивно реагирующий на твиттер Илона Маска. SHIB очень быстро попала в Leasing Binance, Crypto.com и других известных платформ. Это повысило ликвидность и ускорило рост цены монеты, капитализация которой превысила 11 миллиардов долларов. По наблюдениям исследователя The Block Игоря Игамбардиева некий пользователь накопил 70 триллионов SHIB, потратив в августе-октябре в общей сложности 37,65 Ethereum. В начале мая следующего года его нереализованный доход составил более 2 миллиардов долларов. В топ-10 пулов ведущих Ethereum Bish Uniswipe попали пары с монетами-клонами Dogecoin. На первом месте оказался пул SHIB-ETH, суточный оборот которого превысил 2 миллиарда долларов. Ажиотаж вокруг ERC-20 токена SHIB повысила активность в блокчейне Ethereum. Во вторник 11 мая средняя транзакционная комиссия в сети Ethereum достигла антирекорда на отметке 60 долларов. Выяснилось, что крупнейшим держателем SHIB-INU является создатель Ethereum Виталик Бутерин. На его публичном кошельке сначала было 505 триллионов SHIB-INI, более 50% из предусмотренного квадриллиона монет. Впоследствии он вывел активы из пулов Uniswap и пожертвовал средства благотворительным организациям. Неисчерпаемый позитив вокруг главной мем криптовалюты нашел отражение во множестве положительных высказываний о Dogecoin и прогнозах цены. Например, миллиардер Mark Cuban предперек рост курса до 1 доллара, назвав неограниченную эмиссию преимуществом. Он убежден, что выпуск 5,2 миллиарда монет ежегодно – это хорошо. Управляющий активами SkyBridged Capital Энтони Скоромучи не исключил, что Dogecoin станет цифровым серебром по отношению к биткоину. Последний, по его словам, остается сверхищником среди цифровых активов. Прежде чем разобраться в фундаментальных особенностях мем криптовалюты, обратимся к истории этой монеты. Как и зачем создался Dogecoin. Dogecoin – один из самых старых altcoin, появившийся за полтора года до Ethereum и задолго до множества прочих известных активов. Мем криптовалюту создали в 2013 году Джексон Палмер, работавший тогда в маркетинговом отделе Adobe System и программист Билли Маркус. Монета задумывалась как некая породина биткоин и другие криптовалюты, продемонстрировавшие рост на рубеже 2013-2014 годов. Она названа в честь популярного тогда интернет-мема «Дождь». Последний обычно содержит фотографию собаки породы Сиба-Ину по имени Кабоссу. Изображение часто сопровождается текстом, набранным шрифтом Comic Sans MS с использованием различных цветов. В отличие от многих других криптопроектов, Dogecoin даже не пытается стать чем-то большим, нежели самой веселой валютой в мире. Нет стратегической концепции, нет заявления о том, что Dogecoin изменит мир, говорится в отчете Galaxy Digital Research. В ноябре 2013 года Палмер твитнул «Инвестируйте в Dogecoin, я уверен, это новая серьезная штуковина». Вскоре после этого он создал ориентированный на новичков сайт Dogecoin.com, где можно скачать кошелек и ознакомиться с основными особенностями мем-криптовалюты. 6 декабря, спустя два дня после запуска сайта, был сгенерирован генезис-блок Dogecoin. На рубеже 2013-2014 годов Dogecoin начала появляться на биржах, торгуясь в диапазоне 0,002$, 0,18$. С технической точки зрения Dogecoin – форк монеты Likecoin, созданная на основе Juncoin. Последняя является форком криптовалюты Likecoin LTS, которая, в свою очередь, технологически близка к биткоину. В Dogecoin используется PAV-алгоритм хэдширования Script. Майнеры могут без дополнительных затрат добывать одновременно LTS и Doge в ходе объединенного майнинга. 8 декабря 2013 года появился subreddit rdogecoin, один из участников которого написал «Публикуйте здесь адреса, чтобы обмениваться и получать Dogecoin». Запуск Dogecoin состоялся на фоне пика первого ралли биткоина, когда цена первой криптовалюты впервые преодолела рубеж в 1 000$. В течение года после своего появления мем криптовалюта оказалось в листинге по меньшей мере 30 биш. Из них, по наблюдениям аналитиков Galaxy Digital Research, дожили до настоящего времени лишь пятеро – Polonex, Bittrex, Kraken, HitBDC, CEX, IO. В 2014 году, спустя всего несколько месяцев после появления генезис-блока, subreddit rdogecoin насчитывал уже более 35 000 участников. Сейчас число пользователей этой ветки форума составляет 1,81 миллиона. Для сравнения, у посвященного Ethereum subreddit 0,89 миллиона участников, а число пользователей rbitcoin – 2,9 миллиона. Со временем на Reddit появился бот, позволяющий отправлять участникам сообщества Doge в качестве вознаграждения за интересные и качественные посты. Практически у всех пользователей Reddit были монеты Dogecoin, цитирует Палмера издание CNET. В 2014 году сборная Ямайки по Bob Slate впервые за 10 лет получила возможность поучаствовать в зимних олимпийских играх. Проблема заключалась в том, что у сборной было недостаточно средств для выступления. Сообщество Dogecoin, в котором оказалось немало почитателей фильма «Крутые виражи», решило помочь команде криптовалюты. В течение нескольких часов компания с хештегом CoolRunningS2 удалось собрать около 30 тысяч долларов в Doge. Сторонники Dogecoin несколько раз профинансировали гонщика NASCAR Джоша Вайза, а также помогли жителям Кашмира и Камбоджи. В 2015 году стартовала компания Doge4Water для улучшения доступа к чистой воде. Как уже говорилось, Маркус и Палмер создавали Dogecoin по приколу, вовсе не для личного обогащения. Они ожидали увидеть некоторый хайп в соцмедиа, небольшой интерес со стороны майнеров и постепенное угасание интереса к проекту. Однако что-то пошло не так. Интерес сообщество к монете превзошел все их ожидания. По мере экспансии Dogecoin в криптовалютной экосистеме, основатели стали разочаровываться в проекте. Вопреки изначальному замыслу, Doge все больше стал восприниматься в сообществе как инструмент для спекуляций. Вскоре Маркус покинул проект, заявив, что не желает быть лидером секты. В январе 2021 года он признался, что принял это решение из-за преследований со стороны сообщества. В письме Маркус отметил, что не понимает разговоров о ралли до одного доллара и приближения рыночной капитализации монеты к уровню крупных американских компаний. Истинной ценностью Dogecoin он назвал сообщество и его потенциал делать добро. Памп и дамп – безудержная жадность, мошенничество, недобросовестные участники, шумиха без исследований, использование других в своих интересах. Все это бесполезно. Радость, доброта, обучение, сопереживание, веселье, вдохновение, творчество, щедрость, легкомыслие, абсурд – именно это делает Dogecoin ценным для меня, заявил разработчик. Палмер отписался от сабдреддита RDogecoin в июне 2014 года. В 2015 году он заявил, что уходит в продолжительный отпуск и назвал криптовалютную экосистему токсичной. Позже Палмер удалил свои аккаунты в YouTube и Twitter. Фундаментальные изъяны Dogecoin Dogecoin унаследовал от родственного к нему биткоина язык скрайп и нерасходованные выходы транзакции. Поначалу майнинг мем криптовалюты предполагал случайное значение размера награды за блок, как у LuckyCoin. Это значение находилось в диапазоне от 0 до 1 миллиона Doge. Источником случайности служил хэш предыдущего блока. Следовательно, у майнеров была возможность рассчитать свое потенциальное будущее вознаграждение. Некоторые майнеры, включая F2Pool, этой возможностью воспользовались. Это позволило им максимизировать доход от добычи, о чем одним из первых рассказал сообществу пользователь Reddit под ником ЮПаул Майнер. Вскоре кодовая база Dogecoin претерпела изменения. Монета стала добываться вместе с Litecoin, а случайно награда за блок была заменена фиксированной. На фоне хайпа 2021 года доходность добычи LTC плюс Doge значительно выросла. Несколько лет кодовой базе Dogecoin почти не уделялось никакого внимания. Развитие проекта практически остановилось. Исключение – проект Doge Ethereum, слегка ожививший цену Doge. Он представлял собой систему, признанную стать связующим мостом между блокчейном Dogecoin и Ethereum и в потенциале масштабируемым на другие совместные экосистемы. Судя по мертвым аккаунтам соцмедиа, работа над проектом прекратилась. Последние несколько лет о нем не было никаких новостей. Dogecoin вряд ли может похвастаться развитой инфраструктурой, состоящей из кастодианов, регулируемых сервисов торговли и кредитования и прочих атрибутов зрелого рынка. Мем криптовалюта значительно отстают от биткоина и по ряду фундаментальных метрий, охватывающих ончейн активность, распределение активов по адресам, стоимость атаки 51% и многие другие параметры. На графике ниже сравнивается динамика числа активности адресов биткоина и Dogecoin. Очевидно, что в этом плане мем криптовалюта значительно уступает цифровому золоту. Хотя в 2014 году Doge ненадолго обошел биткоин по числу активных адресов, а в 2021 году показатель вернулся к отметкам 7-летней давности. Не менее существенные различия и по числу адресов с ненулевым балансом. У биткоина таких адресов более 35 миллионов, у Dogecoin – 3,6 миллиона. В отличие от биткоина, предложение Dogecoin не ограничено. Также у мем криптовалюты выше годовой темп инфляции. Примечательно, каждую минуту среди майнеров распределяется 10 тысяч Doge. Это значит, что предложение мем криптовалюты увеличивается в день на 14,4 миллиона Doge, а каждый год на 5,2 миллиарда Doge. Для сравнения, общий объем предложения биткоина ограничено 21 миллионом биткоин, из которых уже добыто около 89% монет. Вознаграждение распределяется среди майнеров примерно раз в 10 минут. Темп инфляции цифрового золота уменьшается вдвое вследствие халвингов, происходящих раз в 4 года. Следующее такое событие состоится примерно 4 мая 2024 года. Размер награды майнера уменьшится с текущего 6,25 биткоин до 3,125 биткоин. У Dogecoin халвингов не бывает, а предельного объема предложений криптовалюты не существует. Однако темп инфляции снижается по мере роста монетарной массы Doge. Предложение Dogecoin распределено преимущественно среди крупных игроков. У биткоина доля розничных участников рынка значительно выше. Dogecoin середнячок в контексте равномерности распределения активов по различным категориям адресов. Его предложение более рассредоточено, чем у XRP и относительно новых активов вроде Uni и Dot. В этом контексте Dogecoin находится между Ethereum и Litecoin. Монетарная масса последнего несколько больше сконцентрирована на крупных адресах. В прошлом году огромное число Doge начало движение после длительной спячки – более 60% монет. По мнению аналитиков Galaxy Digital Research, это свидетельствует о перемещении активов от более старых инвесторов к новым участникам рынка. Подобная ситуация в контексте с биткоином рассматривается большинством исследователей, как медвежий сигнал. Это обусловлено тем, что многие воспринимают биткоины как средство долгосрочного сохранения стоимости. В отношении Dogecoin сложно сказать, о чем именно сигнализирует подобная ончейн-активизация. Вполне возможно, что у новых участников более долгосрочные планы касательно монеты, чем у тех, кто хранил Doge в предыдущей эпохе. Мем криптовалюта значительно уступает цифровому золоту по дневному числу транзакций и объему переданной стоимости. Основные причины – неразвитость инфраструктуры Dogecoin и, как следствие, ограниченность вариантов использования актива. На графике ниже видно, что все предыдущие годы биткоин существенно превосходил мем криптовалюту по объему переданной стоимости. Ситуация изменилась в начале 2021 года на фоне хайпа вокруг Dogecoin. Помимо роста числа транзакций и объема переданной стоимости, увеличилась средний размер комиссии Dogecoin. Эксперты Galaxy Digital Research пришли к выводу, что стоимость осуществления атаки 51% на биткоин стоит в 11 раз дороже, чем на лайткоин. Поскольку Dogecoin добывается объединено с цифровым серебром, это значение соответствует и Doge. При расчетах исследователи использовали данные по стоимости хэш мощностей SHA-256 и scribe на сайте nashash, а также сервис howmanyconf.com. Исторически доходы в Dogecoin от объединенной добычи рассматривались майнерами как небольшой дополнительный источник дохода при небольших предельных издержках. Благодаря недавнему взлету цены доля Doge в поступлениях майнеров превысила доходы в LTC. Такая ситуация послужила причиной роста цен на майнинговое оборудование, использующее алгоритм scribe. Цена популярного устройства Antminer L3 от Bitmine с начала года выросла с 83,26$ до 547,71$ согласно Hasherate Index. Dogecoin обошел Litecoin и по рыночной капитализации. Это первый подобный случай среди объединено добываемых монет. Выводы. Dogecoin одна из старейших криптовалют. Она задумывалась ради шутки, а не для личного обогащения узкого круга лиц. Ее созданию не предшествовало pre-mine или pre-sale. Проект не участвовал в раундах венчурного финансирования. Разработчики мем криптовалюты не называли свое детище убийцей биткоина и не рассказывали сообществу о радужных перспективах и не привлекали грантов. Речь не шла ни о маркетинговых услугах, ни о первичном предложении монет. Сообщество развивалось и росло само по себе, периодически собирая средства на различные инициативы, тоже в основном по приколу. Несмотря на уход основателей из проекта, несовершенную монетарную политику и крайне низкую активность разработчиков, проект выжил. Цена капитализации и ончейн активность достигли небывалых показателей. Тем не менее, для Dogecoin характерен ряд серьезных недостатков. Предложение мем криптовалюты распределено неравномерно. Оно оседает преимущественно у крупных игроков. Показатели числа активных адресов и ончейн транзакций значительно ниже, чем у биткоина. Исторически объем переданной стоимости в сети Dogecoin всегда был невысоким. Один из наименее активно развиваемых проектов. Неразвитая инфраструктура. В 11 раз менее защищен от атаки 51% в сравнении с биткоином. Цена значительно подвержена манипуляциям, источником которых может быть всего один известный человек. Несмотря на все недостатки, это действительно значимый и по-настоящему известный проект. Возможно, получив второе дыхание, история Dogecoin еще только лишь начинается. Подписывайтесь на канал Forklong в YouTube.